здравствуйте уважаемые слушатели меня зовут журова инна александровна я учитель логопед выше в коллекционной категории и сегодня мы с вами поговорим о возможностях использования даров фрёбеля в педагогической практике фридрих фрёбель писал игра есть высшая ступень детского развития развития человека этого периода игра самая чистая и самое духовное проявление человека на этой ступени его игра является прообразом всей человеческой жизни и действительно игра это прообраз жизни человека и мы знаем что как ребенок играет так и будет жить умеет ли он достигать цели в игре умеет ли договариваться обсуждать излагать свое мнение может ли уступить насколько творческая игра у ребенка и если шаблонность сюжета насколько малыш самостоятельен в игре умеет ли не только выигрывать но и проигрывать не боится ли трудности или неожиданности наблюдая за игрой многое можно узнать о ребенке во многом ему помочь и вовремя откорректировать в соответствии с федеральным государственным общеобразовательным стандартам дошкольного образования образовательный процесс должен строиться на эффективных формах работы с детьми дошкольного возраста а основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра успешному развитию и успешному решению задач по реализации образовательной программы дошкольного образования является развивающая технология дары фриобеля в основе которой лежит игра игры дают возможность решать различные педагогические задачи в игровой форме наиболее доступны для дошкольников используя игры можно добиться более прочных и осознанных знаний умений навыков игры развивают детское воображение и создают хорошее настроение фридрих фребель немецкий гуманист педагог автор оригинальной системы воспитания и обучения дошкольников коллективе создатель первых детских садов он разработал целый ряд игр и игрушек и изобрел систему раннего развития основанную на так называемых шести дарах которые впоследствии получили его имя основной задачей использования даров фребеля является дать правильное направление игре и развивать все что дано ребенку природы не стоит ничего делать насильно ребенка достаточно заинтересовать и он все сделает сам как ему подсказывает внутренняя природа использование идей фридриха фребеля при реализации программных задач в образовательной области познавательное развитие приобретает особое значение в дошкольном возрасте и целенаправленно подготавливает детей к развитию мышления в предлагаемых играх использование игрового набора развивает у детей способность наблюдать развивает пространственное мышление сенсорное восприятие а также способствует развитию творческих способностей развитию речи и зрительно-моторной координации дети играя ознакомиться с геометрическими фигурами телами числами учатся сортировать классифицировать сравнивать складывать составлять последовательности игровой набор дары фребеля предметно практической деятельности детьми с детьми извините используется для развития социальных и коммуникативных умений сенсорного развития 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 мелкой моторики развития познавательно исследовательской и продуктивной деятельности формирование элементарных математических представлений, развития логических способностей, развития потребностей взаимодействия с окружающим миром, а также при организации психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей. Игровой набор прошел многолетнюю апробацию в детских садах всего мира. Не является просто материалами для манипуляций и развлечения детей. Каждый из модулей имеет глубокое дидактическое значение, направлен на освоение детьми новых понятий, нахождение закономерностей, исследование свойств. Используя свой сенсорный опыт, дети учатся выделять и различать признаки предметов, сравнивать и упорядочивать их по величине, числу, форме, длине, массе. Уделяется внимание развитию элементарной ориентации детей в пространстве и во времени. Игровой набор дары Фриобеля является составной частью, развивающей предметно-пространственной образовательной среды. И это позволяет естественным образом организовать свободный выбор детьми своей образовательной и игровой деятельности. Игры с дарами Фриобеля имеют две цели. Это прямую и косвенную. Прямая цель опирается на актуальную возможность ребенка, то есть способность к самостоятельному действию. Косвенная цель, то есть неосознанная ребенком, работает на зону ближайшего развития. В зоне ближайшего развития ребенок работает с дидактическими материалами совместно разделенным способом, вспомогающим ему педагогам. А в зоне актуального развития упражняется с материалами самостоятельно. После показа педагогам алгоритма работы с модулями дети осваивают их самостоятельно, позднее находят другие способы работы, выполняют различные упражнения. Одна из обязанностей педагога – поддерживать порядок. Все модули должны быть на своем месте. Спектр действий со всеми образовательными комплектами не ограничивается методикой предложенной Фриобеля. Педагог вправе проявить свое творчество и фантазию, где и как он мог бы использовать тот или иной комплект или продумать их интеграцию, дополнить их собственными заданиями. Формы работы с игровым набором могут быть следующие. Это игры, используемые в непрерывной образовательной деятельности, обеспечивающие наглядность, системность, доступность, смену деятельности, подобранные и разработанные на основе принципа интеграции. Вторая форма – это совместная и самостоятельная игровая деятельность. Третья форма – коррекционные занятия с подгруппой детей индивидуально. И четвертая – это индивидуальные занятия педагога с детьми. Планируется на основе наблюдений за работой детей и оценки динамики развития каждого ребенка. Задача педагога – работать с каждым ребенком в зоне его ближайшего развития. Игровой набор соответствует требованиям Федерального государственного общего образовательного стандарта дошкольного образования по обеспечению психолого-педагогических условий для реализации программ дошкольного образования. Фридрих Фребель создал самый первый обучающий дидактический материал для детей дошкольного возраста. Педагог создал шесть основных даров и три дополнительных. Некоторые идеи Фребеля были продолжены его последователями. Окончательный же список пособий Фребеля включает в себя 14 самостоятельных игровых набора Фребеля. Итак, игровой набор дары Фребеля изготовлен из качественного натурального материала – дерева и хлопка. И в состав набора входит 14 модулей. Как я уже говорила, какие это модули? Модуль 1 – это шерстяные мячики. Модуль 2 – основные тела. Модуль 3 – куб из кубиков. Модуль 4 – куб из брусков. Модуль 5 – кубики и призмы. Модуль 6 – кубики, столбики, кирпичики. Модуль 7 – цветные фигуры. Модуль 8 – палочки. Модуль 9 – кольца и полукольца. Модуль 10 – фишки. Модуль 11 – цветные тела. Модуль 12 – мозаика, шнуровка. Модуль 13 – башенки. Модуль 14 – арки и цифры. Итак, давайте с вами более подробно поговорим о каждом из модулей. Итак, комплект 1. Первый комплект – текстильные мячики. В состав комплекта входит 8 шерстяных мячиков разных цветов. Разноцветные текстильные мячики на веревочках могут использоваться для игр с младенческого возраста. Они очень необычные, рельефные, приятные на ощупь. Их можно катать, опускать, поднимать, покачивать. Ребенок узнает, что такое вверх, вниз, вокруг, прямо, вправо, влево. Он знакомится со свойствами с шаром, то есть отсутствием углов и неустойчивостью. Набор текстильных мячей рекомендуется использовать для занятий с детьми, начиная с 6-месячного возраста. При использовании набора в первую очередь следует обратить внимание на упражнения, связанные с мелкомоторикой. Мячики можно сжимать, разжимать, ощущая, как изменяется форма игрушки. Для улучшения хватательной функции пальцев рук подойдет игра «лови-кидай». Ребенок старается ловить летящий к нему мяч и кидает обратно, напрягая мышцы рук. Веревочка на мячках позволяет подвесить игрушку так, чтобы обеспечивать ей свободное покачивание. Малыш толкает мячи из стороны в сторону, наблюдая за изменением положения предмета. Таким образом, дети получают первые знания о движении предмета в пространстве. Второй комплект – это основные тела. В его состав входят шар, цилиндр, куб, крепление. Второй набор позволит малышу ознакомиться с основными геометрическими фигурами. Он сравнивает их, находит общее и различное. Игрушки имеют металлические крючки, поэтому их можно подвесить на перекладину за веревочкой. Конструкция устанавливается на коробку и отличается устойчивостью. Данный комплект рекомендован для занятий с детьми более осознанного возраста – с 2-3 лет. Набор геометрических фигур подойдет для проведения разнообразных экспериментов. Например, если покатить все три фигуры по наклонной поверхности, какая окажется внизу быстрее остальных. Можно подвесить каждую фигурку за крючок и предложить ребенку рассмотреть ее с разных сторон. Так разобьется пространственное мышление, и малыш научится видеть различия. Для изучения свойств геометрических фигур подойдет игра башенки. Дети совместно со взрослыми пытаются поставить фигурки друг на друга. Задача детей – ответить, почему некоторые виды предметов не могут стать крепким фундаментом конструкции. Третий комплект – куб из кубиков. В комплект входит 8 абсолютно одинаковых небольших куба, из которых можно сложить один большой куб. Ребенок учится считать, понимать, что такое часть и целое, как из маленьких элементов сделать большой. Из кубиков можно строить башни. Набор номер 3 подойдет для детей с 3 лет. Игра с кубиками вырабатывает у детей навыки построения. Для обретения первых знаний рекомендуется начинать с простых моделей. Малыш может построить стол и стульчик, создать лестницу со ступеньками или пирамидку. Для следующей игры потребуется использовать все кубики из комплекта. Нужно построить высокую башню и постараться не уронить ни один из кубиков. Количество предметов позволяет создать кубы разных размеров. Сравнение величины фигур помогает наглядно увидеть, как и чем различаются вещи в природе. Следующий комплект номер 4. Это куб из брусков. В комплект входят одинаковые брусочки. Ребенок наблюдает, как из одной фигуры можно собрать совершенно другую куб. Можно собирать не только башни, но и более сложные конструкции. Сравнивать их между собой. Рекомендуемый возраст детей 3-4 года. Набор из брусков совместно с предыдущим комплектом расширяет варианты упражнений и поле для творчества. Набор является продолжением строительной темы. Совместно с кубиками бруски позволяют строить домики и добавлять сооружением крышу. Про долговатые фигуры на примере объясняют, как из одной формы создать совершенно новый предмет. Бруски превращаются в большой куб. Благодаря длинной форме бруска удается вырастить башню выше предыдущей. Комплект 5. Это кубики и призма. В коробку, представляющую собой куб, помещены более мелкие кубики и треугольные призмы. Если сложить призмы друг с другом, получится куб. Ребенок углубляет свои знания по геометрии, тренирует мелкую моторику, мышление. Набор можно использовать в качестве древянного конструктора. Рекомендовано для занятий с детьми с 5 лет. Данный набор более детально раскрывает способы построения фигур в пространстве. Экспериментируя с количеством фигур и соединяя каждую друг с другом, ребенок создает новая версия геометрических форм. Треугольные призмы позволяют построить предметы с наклонной поверхностью. Добавив треугольную фигурку к кубикам и брускам, можно создать замечательную крышу для домика. Следующий комплект номер 6. Кубики, столбики и кирпичики. Это усложненный вариант пятого набора. Он дополнен цилиндрами и половинками цилиндров. В состав входят кубики, призмы, цилиндры, половинки цилиндров. Данный набор открывает большие возможности для конструирования. Ребенок знакомится с новыми фигурами. И рекомендуемый возраст для занятий 5 лет. Благодаря расширенному составу набора дети могут попробовать себя в строительстве более сложных объектов. Совместно с комплектами предыдущих наборов удастся создать улучшенные варианты домиков и сооружений. Для развития пространственного и логического мышления подойдут мини-викторины. Ребенок берет два или несколько предметов и рассказывает, чем отличается каждая фигура. При групповом занятии можно разделить на команды. Побеждает в итоге группа, назвавшая большее количество различий, чем соперники. Посоревноваться и показать свое мастерство позволяет и строительство самой высокой башни. Для игры потребуются предметы из всех предыдущих комплектов. Дети по очереди ставят фигуры друг на друга. Если башня сломалась, игра начинается заново. Комплект номер 7. Это цветные фигуры. В большом органайзере собраны плоские фигуры. Это треугольники, квадраты, круги и полукруги. Они выполнены в разных цветах и отличаются маленькими размерами. Из этих элементов можно собрать разные рисунки. Их используют в качестве счетного материала. Рекомендуемый возраст 5-6 лет. Набор с цветными фигурами дает волю для творческих заданий. Подойдет как для индивидуальных, так и для групповых занятий. Комплект позволяет перенести трехмерную картинку в двухмерное пространство. Можно дать детям задание создать из предложенных фигурок определенную композицию. Начиная с простой. Цветок, домик, машина и т.д. И заканчивая усложненными темами. Для повторения форм и цветов можно отсортировать фигуры. Например, по красному цвету или отдельно сложить треугольники. Со временем задание усложняется и объединяет сразу несколько категорий сортировки. Например, желтые круги или белые квадраты и т.д. В качестве упражнения на мышление дети соединяют фигурки и рассказывают, какие новые формы предметов получаются. Комплект 8 – это палочки. В набор входит кейс с девятью отсеками. В каждом из них собраны палочки. Они отличаются по длине, а также по цвету. Есть неокрашенные детали. Предметы используются не только для создания рисунков, но и обучению счету и решению задач. Рекомендуемый возраст работы с данным комплектом – от 5 лет. Из нескольких палочек можно составить двумерную проекцию геометрических фигур. Квадрат – прямоугольник. Положительно действует на развитие мелкой моторики и логики пересчет палочек по цветам. Чтобы усложнить игру, ребенку выдается произвольный набор палочек, из которого необходимо пересчитать количество каждого цвета и определить, какого цвета не хватает. Благодаря разной длине палочек есть возможность создавать целые слова. Следующий комплект, о котором я хочу рассказать – комплект номер 9 – кольца и полукольца. Как я уже сказала, судя по названию, вы уже поняли, что в состав комплекта входят кольца и полукольца. Из тонких колец и полуколец можно выстраивать различные рисунки. Ребенок создает узоры таким образом, осваивая письмо и рисование. Предусмотрены окрашенные и неокрашенные элементы. Они отличаются между собой и по диаметру. И рекомендуемый возраст – 5 лет. Совместно с предыдущими комплектами набор колец наглядно объясняет размерность предметов, пытаясь продеть кольцо на цилиндры, бруски и прочие фигуры. Ребенок самостоятельно приходит к правильному соединению предметов согласно размерам используемых вещей. При помощи полуколец можно составить картинки, волны, цветы и т.д. Сортировка по цвету, форме и размеру – это эффективное упражнение для мелкой моторики и логики. Следующий комплект номер 10 – это фишки. В состав комплекта входят маленькие, разноцветные, круглые фишки. Они выполнены в 9 разных цветах и хранятся в отдельных отсеках. Их можно смешивать и разбирать, наглядно иллюстрировать примеры и задачи. Развивается мелкая моторика, логическое мышление. Рекомендовано для детей с 5 лет. Разнообразие цветов и компактный размер фишек позволяет использовать их в решении математических задач, чтобы сделать процесс обучения интереснее и приятнее. Каждому цвету дают название имеющихся предметов из задачи. Например, если задача про яблоко, берут красную или зеленую фишку. Для машинки подойдет любой понравившийся детям цвет. Как вариант, дети могут создавать разнообразные картинки в виде точной мозаики. Набор полностью высыпают в одну емкость и задача детей – как можно быстрее разобрать фишки по цветам. Комплект номер 11 – это цветные тела. В состав комплекта входит веревочка, бусины. Бусины сделаны в виде разных геометрических фигур. Это шары, цилиндры, половинки цилиндра, треугольные, четырехугольные призмы, пролепипеды. Они отличаются еще и по цвету. Их можно нанизывать на веревочку и решать таким образом разные задачи. Фигурки достаточно крупные и легко удерживаются в детской ручке. Ребенок может сортировать их. Это, опять же, хороший счетный материал. Рекомендовано для детей с двух-трех лет. Детям предлагается создать из бусин смешных гусениц и червяков. Усложнить задание можно, раздав каждому ребенку указания, какие именно бусины он должен использовать. В качестве упражнения на усидчивость, терпеливость и мелкую моторику дети полностью нанизывают каждый вид бусины на веревочку. Цель игры – узнать, сколько шаров, цилиндров, треугольников и других фигурок помещается на веревке. Эффективному развитию способности различать предметы способствует обычная сортировка по цветам и формам. Комплект номер 12. Мозаика, шнуровка. В состав этого комплекта входят цветные веревочки, подставка с отверстиями, фишки разных цветов. Оригинальная мозаика от фребеля отличается наличием цветных веревочек, которыми можно соединять разные фишки. Из них можно собрать разные изображения, от простых до сложных. Детали отличаются округлыми формами, поэтому безопасны. Они плотно вставляются в основу и не выпадают из нее. Можно соединять веревочками только одинаковые по цвету фишки или создавать их помощью рисунок. Рекомендуемый возраст – 2-3 года. В основе любых игр со шнуровками лежит, конечно, сенсорное развитие детей. И задача ребенка – составить из разноцветных фишек названную педагогом картинку. При помощи веревочек можно прошнуровать доску через отверстия. Игра станет хорошим детским тренажером для совершенствования навыка шнуровки собственной обуви в будущем. После того, как ребенок создал из фишек фигурку, можно попросить его обвести веревочкой каждую фишку того же цвета. Комплект 13 – башенки. В комплекте 27 деталей. Они сделаны в виде мелких кирпичиков и кубиков, половинок цилиндров и т.д. Если сложить все детали, они образуют куб. Сложность набора заключается в разной форме элементов. Детали не окрашены, они приятны на ощупь. И рекомендуемый возраст – 4 года. Набор с кирпичиками дополняет предыдущие комплекты с кубиками. Совместно фигурки могут составлять новые сооружения с более сложной конструкцией. Упражнения на логику и пространственное мышление. Соединить несколько фигур и постараться придумать новые геометрические формы. Набор богат разнообразием форм и размеров предметов. Задача – определить отличительные черты всех кирпичиков. Комплект 14 – арки и цифры. В состав комплекта входит 9 кубиков с цифрами. Три одинаковых набора кругов, поделенных на сегменты в виде четверти круга и колец. Малыш знакомится с необычными фигурами, из которых можно собрать круг разного диаметра. Он сравнивает размеры, усваивает понятие пропорции. Рекомендовано для детей с 5 лет. Круглые фигуры помогут сделать домики из кубиков более округлыми и внесут в общую композицию новую архитектурную форму. Отдельные сегменты круга позволяют создавать окружности разных размеров, посчитать количество получившихся колец и округлых частей в каждом. Кубики можно нанизать на перекладину из набора 2 и использовать в качестве счетов. Игровой набор предназначен в первую очередь для детских садов. Его можно использовать при подготовке к школе и для всестороннего развития. Методику Фрёбеля успешно применяют психологи, которые отмечают улучшение мыслительной активности, внимания, усидчивости, умения сравнивать и анализировать. Логопеды также практикуют дары для того, чтобы улучшить мелкую моторику, обогатить тактильные ощущения. Это стимулирует участки мозга, которые влияют на речь. Проговаривание слов помогает пополнить словарный запас. Методика Фрёбеля эффективна в работе дефектологов. Ее используют для проработки проблемных сторон развития, восстановления потерянных физических и интеллектуальных умений. Дары Фрёбеля являются частью адаптивной государственной программы «Доступная среда». И какие же выделяют принципы работы с игровым набором? Ребёнок должен проявлять инициативу. Он должен быть вовлечённым в процесс, а не оставаться сторонним наблюдателем. Все комплекты осваиваются по очереди в порядке своих номеров. Их нельзя смешивать. К следующему комплекту переходит более после осваивания предыдущего. Следующий принцип – это постоянное повторение изученного. Необходимо периодически возвращаться к прошлому материалу. Обязательное проговаривание в процессе занятий. То есть педагог должен называть фигуру, действие, цвета. Игровой набор «Дары Фрёбеля» сопровождает комплект методических пособий по работе с ним. Это большая помощь педагогам по использованию данного игрового набора в процессе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Комплект легко согласовывается с любой общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения. Также он может найти применение при работе с авторскими методиками развития и воспитания дошкольников. Комплект является составной частью развивающей образовательной среды. Работа с комплектом создает условия для организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности детей. Ребята с большим интересом и удовольствием играют с игровым набором «Дары Фрёбеля», создают композиции, придумывают сюжеты и обыгрывают знакомые сказки, развивая творческие способности. Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля» состоит из шести книг с комплектами карточек игр. Итак, книга первая – это книга использования игрового набора «Дары Фрёбеля» в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Методические рекомендации. Следующая книга – это использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Познавательное развитие» и 19 штук карточек игр. И как пример, игра «Большая стирка», игра «Волшебный мешочек», «Ее величество точка», «Запоминание зевай», «Капризная принцесса», «Королевство кривых зеркал», «Одного поля ягоды», «Туристический автобус». Следующая книга – это использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Речевое развитие» и 12 штук карточек игр. Здесь как игра «Дорожка для колобка», «Что было раньше», «Я змея», «Пчелы и змеи». Еще одна книга, книга номер 4 – это использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 16 штук карточек игр. Какие же игры здесь представлены? Гербы и флаги, «Золушка», «Итальянское кафе», «Магазин», «Настроение», «Почему я не», «Путешествия по городам», «Фанте». Следующая книга – это использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Физическое развитие» и 15 штук карточек игр. Игры, которые представлены здесь – «Боулинг», «Веревочка», «Лови-лови», «Новый мяч», «Настольные спортивные игры», «Игросборщики», «Тайны агенты», «Тишемыши», «Эстафета». Шестая книга – использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и 18 штук карточек игр. Какие здесь игры? «Веселые нотки», «Гномы и великаны», «Карусели», «Пастушок», «Пианино», «Ритмические рисунки», «Ручеек». Давайте с вами разберемся, каким образом можно применять набор «Дары Фрёбеля» на практике. Игры с мячами набора номер один учат ребёнка различать цвета и ориентироваться в пространстве. Мячик держать за верёвочку и необходимо показывать ребёнку разные виды движений с ним – направо, налево, вверх, вниз, по кругу. Колеблющиеся движения. Взрослые каждый раз называют своё движение – вверх, вниз, влево, вправо. Прячут мячик, а потом снова показывают его. Есть мячик, нет мячика. Играть с мячиками с малышом можно уже на первом году жизни. Я уже говорила, что начиная с шести месяцев. На слайде вы видите перечень движений с мячом. Игры с мячом можно сопровождать песенками. Кроме того, играть с мячиками могут не только малыши, но и дети более старшего возраста. Какие используются игры, направленные на формирование грамматического строя речи, её связности при построении развернутого высказывания? Здесь важно отметить, что при усвоении грамматического строя речи на первый план выходит освоение способов словообразования разных частей речи, формирование языковых обобщений, а также построение синтаксических конструкций, то есть простых и сложных предложений. Связанность высказывания в процессе игровой деятельности может помочь формированию представлений о структуре разных типов текста. Также эту особенность необходимо учитывать при чтении детям различных художественных произведений. Итак, игра первая, о которой я хочу рассказать – «Волшебный мешочек». Игра с модулем номер один. Ребёнку предлагается достать мячик из мешочка, определить цвет, придумать сочетание. Зелёное яблоко, красный помидор, жёлтое солнышко, синее море. Ещё одна игра – «Подарки». Дети делятся на две подгруппы. Цветные шарики – это подарки. Раздаются детям одной из подгрупп. Вторая подгруппа получает подарки. Детям предлагается перекидывать шарики своему напарнику со словесным сопровождением. Например, «Я хочу подарить тебе зелёную травку», «Жёлтое солнечное настроение» и так далее. Следующая игра – «А сколько у тебя?» В начале игры дети берут определённое количество палочек. Здесь берётся модуль восемь, а ведущий показывает картинку с предметом. Дети должны ответить, сколько кого. Например, пять лисят, два лисёнка, один лисёнок и так далее. Игра «Радуга» с модулем десять. Описание игры. Дети выбирают себе фишку любого цвета и согласовывают существительное с прилагательным. Например, белый, снег, мел, сахар и так далее. Жёлтый, руль, кубик, или, например, жёлтое, солнце и так далее. Следующая игра – «Волшебные превращения». На столе лежат фигуры. Берём модуль номер семь. Детям предлагается взять палочку волшебную и заколдовать фигуру и получить какой-либо предмет или вещь. Например, жёлтый треугольник превратится в юбочки для куклы. Красный квадрат – в скатерть красного цвета. Белый круг – в белую тарелку. И так далее. Применяя метод моделирования с использованием модуля номер семь, можно пересказать или составлять рассказы, используя в качестве заместителей различные геометрические фигуры. Например, сказка «Колобок». «Колобок» – жёлтый круг, «Заяц» – белый круг, «Волк» – чёрный, «Лиса» – оранжевый круг. В играх, связанных с развитием словарного запаса, необходимо обратить внимание на смысловую сторону слов. И здесь следующая игра. Игра «Подбери слово действия». Берём модуль номер десять. Сорока что делает? Садится, стрекочет, летает, улетает, клюёт, перелетает и так далее. Дети, называя прилагательные, выкладывают фишки. Игра «Подбери признаки к словам». Модуль номер десять. Денег весной какой? Ясный, солнечный, дождливый, пасмурный. Дети, называя прилагательные, выкладывают опять же фишки. Следующая игра. Яичница. Содержание работы. Следующее. Формирование представлений о домашних птицах, о пользе, которую приносят птицы людям, о блюдах, в состав которых входят куриные яйца. Развитие мелкой моторики, творческого мышления, воображения, игровой деятельности. Сопровождаем мы игру стихотворения. Зерна курочка клюёт и яички нам несёт. Цыплятам говорит «Ко-ко, не уходите далеко». Используем материалы наборов номер семь, восемь, девять. Возраст участников о трёх лет. Количество два человека и более. И какие здесь образовательные области у нас с вами. Это познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие и физическое развитие. И, собственно, уже описание игры. В гости приходят куклы Даша и Дина. Они просят рассказать о домашних птицах. Педагог рассказывает детям о том, каких птиц называют домашними и почему их так называют. Затем выясняют, какую пользу человеку приносят домашние птицы. Вспоминают, в состав каких блюд входят яйца. Затем педагог предлагает приготовить яичницу с зелёным луком и угостить кукол. В играх, основным содержанием которых является воспитание звуковой культуры речи, необходимо больше уделять внимание работе над интонационной выразительностью, темпом, дикцией и плавностью изложения высказывания. И берём модуль 2, игра «Пчёлы и змеи». Дети делятся на две команды. Одна пчёла, другая змея. Выбираются два короля. Они должны отыскать пчелиный король. Это куб, мёд. И змеиный цилиндр, ящерицу. Команды должны помогать своим королям, издавая определённый звук. Пчёлы жужжат «жжж», а змеи шипят «жжж». Чем ближе король приближается к месту, где спрятан предмет, тем сильнее становится звук и наоборот. Чем король дальше от спрятанного предмета, тем звук тише. И здесь можно использовать модификацию игры. Дети изображают других животных. Например, львов рычат «рррр». Или коров мычат «му». И так далее. Следующая игра «Гусеница». Здесь мы используем модуль номер 11. Необходимо назвать слово заданным звуком и при этом нанизать бусину на шнурок. Усложнение «Бери только определённого цвета». Ещё одна игра. Выложим звуковую схему слова. Берём модуль 7 и модуль 10. И эта игра уже направлена на развитие звукового анализа слова. Ещё игра «Бусы для мамы». Берём модуль номер 11. Проговаривай за мной слова со звуком. Например, берём звук «С». Если правильно произнёс слово, нанизывай бусину на шнурок. Игры на формирование фономатического восприятия. Какие же можно здесь использовать? Итак, игра «Хлопни столько раз, сколько палочек». Берём модуль 8. Необходимо хлопнуть столько раз, сколько красных палочек. Или сколько коротких палочек. Или хлопни столько раз, сколько синих палочек. Топни столько раз, сколько зелёных палочек. И так далее. Игра дорожки. Необходимо посчитать слоги в словах по картинкам и выложить нужное количество палочек. Можно сделать усложнение. Какое слово самое длинное, какое слово самое короткое. Следующая игра музыкальная дорожка. Используем модуль номер 8. Педагог простукивает по столу определенный ритм, а детям предлагается выложить дорожку из длинных и коротких палочек в соответствии с долготой звука. Какие можно использовать игры на развитие пространственных отношений. У детей с речевыми нарушениями часто не сформированы пространственные представления, что в свою очередь отражается и на речевой деятельности. Модули даров номер 3, 4, 5, 6 помогают детям не только понять геометрические основы, научить конструированию, но также развивают пространственные представления. Дети выполняют задания по инструкции. Например, в правую руку свой мячик возьми и перед грудью его подержи. За спину спрячь и затылка коснись. Руку смени и другим улыбнись. Или, например, игра «Соберем маме бусы». Берем набор номер 11. Ребенку предлагается собрать бусы в соответствии с предложенной схемой. Они перед вами на экране. Еще одна игра «Танец кубиков». Берем модуль номер 3. Перед детьми располагается лист, схема, по которой нужно выложить узор. Или игра «Автобус». Говорим детям, сегодня мы отправимся в путешествие на автобусе. Улыбается водитель. Проходите, проходите. У окошка место есть. Не желаете присесть? На нашем автобусе полоски, как на глобусе. Мы объедем целый свет. Вы садитесь или нет? На каждом столе участников лежит на углу справа белый лист. И стоит тарелочка с цветными фигурками различными. Послушайте задание. Каждая команда, сидящая за столом вместе, должна рассадить пассажиров. Фигурки из тарелочки в автобусе на белом листе. Я буду называть, куда класть фигурку, рассаживать пассажиров. А вы совместно будете выполнять. Положите на середине стола белый лист вертикально. Это автобус. Приготовьте тарелочки с фигурками. Внимание! В автобусе будет три ряда. Нижний, средний, верхний. Задание понятно? Слушайте инструкцию. Пассажир. Красный треугольник. Сидит в нижнем ряду слева. Здесь нужно дать время. Пассажир. Желтый полукруг. Сидит в среднем ряду справа. Пассажир. Зеленое кольцо. Сидит в верхнем ряду слева. Пассажир. Синий квадрат. Сидит в среднем ряду слева. Пассажир. Фиолетовое полукольцо. Сидит в верхнем ряду справа. Пассажир. Белый круг. Сидит в нижнем ряду справа. Все справились? Давайте проверим. Вы замечательно рассадили всех пассажиров. Высаживайте их обратно в тарелочки. Эта игра развивает сенсорные навыки, пространственные представления, познавательную активность, готовность к совместной деятельности со сверстниками и, конечно, расширяет кругозор. Еще одна игра. Повтори последовательность. Поставить мозаику, кольца, цветные тела, палочки или фигурки, фишки. Из города мы выбрались, но весенние дожди размыли тропинки и мы не можем пройти по ним. Давайте восстановим дорожки. И инструкция. Каждая команда соберет или построит из набора на столе тропинку. Последовательность соблюдайте по образцу. Задание понятно? Дается время. Кто готов показать свою тропинку? Вы сделали превосходные тропинки. Теперь мы можем отправляться в путь. Сложите тропинки обратно в коробочки. Игра 6 кубов. Нам понадобится набор куб из кубиков. Вот незадача. У нас на пути стоит стена. Инструкция. Посчитайте, сколько кубов. Переложите один куб так, чтобы получилась лесенка. Кубов стало больше, меньше или осталось столько же. Теперь по получившейся лесенке мы поднимаемся на луг. Эта игра развивает пространственное воображение. Учит составлять из частей целое. Закрепляет понятие числа. Формирует осознание того, что количество элементов не зависит от их перестановки. Следующая игра, которую я хочу рассказать, называется «На лугу». Раздать наборы цветные фигуры, палочки, кольца и полукольца, фишки. Посмотрите, на лугу пасутся конь и корова. А кто еще обитает на лугу? Здесь мы слушаем, конечно, ответы. И даем инструкцию. Давайте выложим фигуры обитателей луга, используя дары фребеля. Опять же, даем время. Какие реалистичные у вас получились животные? Эта игра способствует формированию представлений о разнообразии мира природы. Расширяет кругозор. Способствует развитию умения выразительно передавать образы окружающего мира. Развитию общения со сверстниками, воображения, реализации самостоятельной творческой деятельности. А теперь давайте немного отдохнем и поиграем с первым набором даров. Берем в руки мячики и повторяем за мной действие. Мячик в руки мы возьмем и туда-сюда качнем. Мячик баловаться стал и по кругу побежал. Побежал, бегом, бегом, все кругом, кругом, кругом. Выше, ниже прыгать стал. Баловаться не устал. Спрятался в коробку мяч и опять пустился вскачь. Игры с мячом помогают познакомить детей с цветами. Дать первичное понимание формы. Развивать пространственное мышление. Развивать мелкую моторику. Следующая игра. Букеты. Наборы, цветные фигуры, палочки, кольца и полукольца. Фишки. На лугу расцвели цветы. Давайте соберем букеты, но не любые, а с определенным условием. Дается инструкция. Каждая команда составит специальный букет из трех цветков фигур. Все три фигуры должны быть одинаковыми или разными по двум признакам. По цвету и форме. Например. Далее уже следует показ педагогам. Как только вы составите специальный букет, скажите вслух букет. Я подойду к вам. Задание понятно? Кто желает, расскажите про свой специальный букет. По какому еще признаку можно сложить букет? Да, здесь слушаем ответ. И какой ответ? Размер. Какие красивые букеты вы сделали? А теперь сложите фигуры обратно в ящички. Эта игра развивает сенсорные навыки, элементарные математические представления. Расширяет кругозор, развивает восприятие, мышление, воображение, внимание, память, самостоятельную творческую деятельность. И еще игра. Большая стирка. Наборы цветные фигуры, палочки, кольца и полукольца, фишки. Ой, когда мы с вами собирали цветы, то испачкали одежду. Но ничего страшного. Предлагаю постирать ее в ручейке и повесить сушица на веревочку на солнышко. Посмотрите, на веревочке у нас сушится рубашка. Скажите, пожалуйста, из каких геометрических фигур она состоит и какого цвета? Предлагаю приступить к стирке белья. И инструкция. Главное условие. Все последующие вещи должны отличаться от предыдущей одной деталью. По форме или цвету. Например, синий рукав рубашки меняется на рукав другого цвета или размера, или форма. Нужно выстроить цепочку как можно длиннее. И молодцы, вы отлично постирали белье. Складываем фигуры на место. Решение задачи предполагает высокую концентрацию внимания ребенка, наблюдательности. И еще одна игра, о которой хочу рассказать. Одного поля ягода. Наборы, цветные фигуры, палочки, кольца и полукольца, фишки. А еще на нашем лугу растут замечательные ягоды. Они все различаются по каким-либо признакам. Но, как бывает в природе, иногда скрещиваются и объединяют в себе признаки родителей. Предлагаю вам попробовать поискать ягоды. И инструкция. Выкладываем из двух разных веревок замкнутые пересекающиеся плоскости. На лугу выросли два разных вида ягод. В одной части круглые, а в другой красные. Можно использовать другие признаки. А через некоторое время появились ягоды с этими двумя признаками. Подберите самостоятельно получившиеся ягоды с двумя этими признаками. И выложите их внутри замкнутых плоскостей. Играя с детьми, необходимо рассказывать им, как выводят новые сорта растений, гибриды, например, грейпфрут. Задание понятно? Даем время. Какие еще признаки могут быть использованы для игры? Эта игра развивает представление об объектах окружающего мира, мире природы, сенсорные навыки и навыки познавательно-исследовательской деятельности, расширяет кругозор, обеспечивает формирование познавательных действий, развитие речевого творчества, реализует самостоятельную творческую деятельность. Я представила вашему вниманию лишь некоторые игры, чтобы можно было сориентироваться, как играть с дарами Фребеля. На самом деле, игр огромное количество. Помимо разработанных игр, вы можете подключить свою фантазию. Также у нас есть временные рамки, поэтому большее количество игр вы можете скачать во вкладке ресурсы. Дарами Фребеля Творческие способности Смекалку Положительно влияет на личностное развитие каждого ребенка, а главное, повышает речевую активность. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за внимание.